Дорогам Сергиева Посада с приходом весны вновь требуется ремонт. На улице Булавина асфальт сходит слоями, образуя ямы. Появились ямы и на других улицах. Где-то выкрашился асфальт, где-то провалился люк, а где-то промялась и наклонилась решетка водостока. Ямы на центральных улицах уже подлатали. Теперь настал второй этап. Подряд на организации уже у нас побывали совместно с нашим МУП-водоканалом и по колодцам, и по ямам. Тоже определили комплекс работ. Поставим задачу до 9 мая все это восстановить. Наши сотрудники отслеживают ситуацию с дорогами. С люками ситуация немножко неоднозначна. По результатам последней проверки, когда мы поднимали по первой ударной, прошли армию люки, там есть это уже из-за того, что колодцы сами старые, и продавливаются не за люки. А есть где просто подрядчики нахалтурили, когда поднимали. То есть все мы определили, разделили границы ответственности, где будет водоканал поднимать, а где будут тот же водоканал, там, допустим, за подрядчиков, ну, за их счет. Ремонт будет проводиться по гарантийным обязательствам. Единственной проблемой на данный момент являются дворы на Новоуглическом шоссе. Ну, это вот 9-й, 11-й дом, 42-й по первой ударной, здесь вот, здесь уже, они сразу буквально уже, к следующей весне, там, два года еще не прошло, но уже они в том году уже развалились, вот, и фирма пропала, никаких документов все возвращаются, получать некому. Ну, так это тема судебных разбирательств. Заржавевшие за зиму новые ограждения вдоль дорог приведут в порядок. Отрядная организация серьезная, это наша организация, она выйдет, значит, готова покрасить все это ограждение. Единственное, что мы ее сейчас должны отмыть, ограждение, и руководитель готов покрасить до 9-го мая. Мы сделали, но ограждение тоже, скажем так, вот, практика показала, ну, не во всех местах оно нужно. Поэтому, возможно, ограждение частично перенесут во дворы для детских площадок. Ко всему прочему, вскоре в Сергиевом посаде изменится схема движения на некоторых дорогах, и появятся новые знаки.